приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова сегодня хочу показать отчет о проделанной работе моя накидка ивушка близится уже к завершению посмотрите какая красота у меня получается никак не могла придумать чтобы показать вам весь этот объем проделанной работы и вот пришлось разложить все это на полу во первых чтобы вы увидели отличие полотна вот с отделкой тамбурным швом зеленым цветом да и когда полотно без этой отделки чтобы почувствовать разницу и всю красоту вот таких вот маленьких дополнений которые в конечном итоге очень очень меняют вид изделия вот посмотрите полотно без тамбурного шва и вот полотно которое я делала вот этой зеленой ниточкой шелковый блеск посмотрите какая прелесть какая получается изюминка пусечка нам тут помогает совсем чуть-чуть мне осталось так пути нельзя чтобы довязать вторую часть полотна там буквально остался один раппорт вверх то есть мне где-то шесть рядов ну шесть рядов они достаточно длинные вот поэтому но сегодня я думаю закончу закончу вторую часть этой туники останется потом связать две соединительные полосочки о которых я вам уже показывала и говорила все это я покажу как я буду все это соединять а сегодня я хочу поговорить о тонкостях которые ну без которых просто не обойтись и которые так украшают изделие вот посмотрите как я начала отвязывать низ этой туники вот видите казалось бы ну такая совсем не замысловатая обвязка посмотрите как красиво смотрится и я хочу показать вам как я это делаю вот я закончила на этом этапе где-то третью часть обвязала край туники и вот посмотрите какая разница вот не обвязанное полотно вот смотрится вот так согласитесь две большие разницы абсолютно королевская получилась обвязка вяжется очень очень просто я покажу как я это делаю там собственно говоря ничего сложного нет вся хитрость вот этой обвязки это вот в этих ниточках сейчас я вам их показываю это итальянская тоже ниточка но это ирис итальянский когда мы перейдем когда я буду показывать обвязку я покажу этикетку сейчас она в спальне не пойду я уже за ней и посмотрите как подошел цвет то есть я вначале от хотела обвязать вот этой ниточкой я помню конечно же правило что обвязка должна быть ниточкой тоньше чем основное полотно но я думала и эта нитка достаточно толстая в смысле тонкая но оказалось все не так короче правило остается правилам и вот здесь нарушать его не стоит обвязка должна быть и крючок очень тонкий и ниточка должна быть тонкая вот очень хорошо вписалась вот эта ниточка и этот оттенок по моему шампанское оттенок называется мы еще посмотрим вот посмотрите практически не отличается от цвета основного полотна просто вот очень хорошо получилась эта обвязка и я считаю что вот вот эти тонкости вот эти все мелочи которые которым мы прибегаем когда вяжем какое-то изделие они играют очень важную роль но без них можно конечно бы было оставить вот просто вот так вот без обвязки тоже красиво ну вот это вот мелочь она конечно же изменяет изделие в лучшую сторону еще можно конечно вот здесь вот вот здесь вот обвязку сделать но здесь я наверное не буду делать все таки будет наверное исчезнет ну как легкость изделия то есть по бокам я не буду эту обвязочку делать хотя наверное тоже можно было бы и попробовать ну а сейчас давайте я вам покажу как я делаю эту обвязку и каким крючком сейчас покажу эти этикеточку этой ниточки значит вот так выглядит итальянский ирис очень люблю эту ниточку когда я болела очень болела ирландским кружевом я из этой ниточки вязала сеточку очень красиво ложится 50 грамм 450 метров 100 процентный мерсеризированный хлопок достаточно тонкая нитка то есть это получается 900 метров на 100 грамм color то есть цвет здесь 1012 нет 10 наверное я не знаю что это вот это означает не знаю что это 12 но мне казалось когда я заказывала я называла что цвет был шампанское но не знаю вот такая вот ниточка очень люблю эту нитку после стирки она не садится не линяет в общем красота крючок здесь 06 у меня можно было бы даже взять 075 ну взяла я 06 и вижу вот эту обвязку крючком 06 вспомнила я свои крючки заскучавшие которыми я вязала ирландское кружево и вот решила немножечко поработать этим крючком разница конечно колоссальная когда вяжешь таким тонким крючком как будто иголкой и так девочки смотрите здесь все очень просто то есть нужно задать себе такт не обязательно вязать вот так как я вижу просто вот нарисуйте себе как вы хотите то есть здесь вот арочки арочки и пико арочка которая побольше из большего количества воздушных петель и арочки которая поменьше вот так вот я выделила вот эти вот веточки в своем изделии то есть посмотрим как это выглядит вот здесь вот длинненькая 8 петель у меня 8 воздушек здесь вот и вот здесь на кончиках и все больше никакой здесь сложности нет обычные столбики без накида и арочки из воздушных петель ну и пико если вы где-то симпровизируете вот неточности там у вас будут поверьте это никак не отразится на красоте вашего изделия ну вот давайте покажу просто принцип и как это работает это конечно для тех кто вообще не вяжет крючком я знаю что у меня на канале появилось много вязальщиц которые хотят научиться крючком вязать в общем это для начинающих итак поехали ну вот здесь у меня идет три столбика без накида дальше я вхожу вот сюда и вижу раз два три четыре воздушные петли здесь у меня идет просто арочка сюда же столбиком без накида прикрепилась опять иду столбик без накида и 4 воздушных петли и сюда же здесь очень много места потому что я вяжу свою накидку крючком 2 это разница конечно колоссальная по сравнению с 0 6 поэтому мы вот наши столбики можем использовать как арочки давайте вот сюда сделаем столбик без накида и пошли дальше обвязывать раз два три здесь у меня идет пико из трех воздушек то есть где-то арочки делаю где-то делаю пико и еще три столбика без накида вот подошли этой нашей веточки как я здесь обвязываю да очень просто столбик без накида 1 2 3 4 и сюда же столбик без накида опять столбик без накида и арочка из 4 воздушных петель опять сюда входим столбиком без накида следующий столбик без накида парочка из 4 воздушек и сюда же столбик без накида а вот здесь вот я делаю так можно провязать два столбика без накида 8 воздушных петель 3 4 5 6 7 8 и сюда же столбик без накида и еще один столбик без накида то есть это у нас вот как выделение нашей вот этой веточки то есть разновеликие получаются столбики или как волна видите как красиво и все больше ничего здесь абсолютно нет я сначала как бы мудрила там какую-то обвязку придумывать ну вот чисто по схеме там до какую-то обвязку 4 воздушные петли столбик без накида опять столбик без накида 1 2 3 4 в общем стала даже подыскивать какую-то кайму красивую до стала вязать и вижу у меня но вот не так как-то но но не гармонично что ли и потом я просто положилась на свою фантазию и думаю отдай-ка я просто вот вот как как рука ляжет так как петли лягут так я и буду вязать ну вот посмотрите что получается обычные парочки и столбики без накида вот обвязали эту веточку дальше идут три столбика без накида пику из 3 воздушных петель и вот здесь вот это вот 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 это вот веточкам вот она здесь побольше воздушных петель у меня 8 ну давайте давайте немножко продвинемся может быть действительно кто-то начинающий потому что я знаю у меня есть девочки начинающие которые пришли на мой канал так скажем которые вязали только спицами вот и решили научиться вязать крючком даже были такие пожалуйста научите да все очень просто просто ваше желание время которое нужно терпение усидчивость и все получится где-то больше где-то меньше вот этих столбиков неважно а вот сюда мы сейчас сделаем кончик вот этого листика из 8 воздушных петель 3 4 5 6 7 8 здесь я сделаю присоединяюсь слепой петлю и все дальше пошли наши столбики без накида и пику 1 2 3 где-то 3 где-то 4 не бойтесь импровизировать не бойтесь сейчас немножко ниточку размотаю вернее она у меня как-то запуталась немножко в полотне потому что показываю в камеру и все здесь тесно до посмотрела я других блогеров как девочки вообще снимают мастер-классы я сейчас вот закончим мы вот здесь вот обвязочку и я покажу свою конструкцию которая мне очень-очень удобно может быть кто-то из блогеров увидит и кому-то это понравится и будет полезным я использовала как-то и треногу обнимая ее зажимая там и между колен и между между туловищем своим да мне это показалось неудобным и вот я уже может быть показывала не знаю но сегодня покажу как я это делаю и вот мои хорошие все дальше повторяется смотрите то есть задали себе какой-то такт и движемся здесь вот арочки у нас здесь пикошка у нас здесь у нас выделилась наша веточка вот таким такой длинной петелькой да и посмотрите какая красота получается очень красиво изделие смотрится во первых законченным и во вторых очень аккуратно и такая ненавязчивая обвязка но очень и очень красиво я считаю что вообще вся наша жизнь состоит вот из таких мелочей но они очень очень важны для того чтобы вещь была красивой и так это вот дальше информация для блогеров вот посмотрите как я снимала сейчас этот мастер-класс видим две коробки они сейчас лежат у меня вот так горизонтально чтобы мне было удобно стоять и видеть то что я снимаю вот вторая опора сейчас я вот так вот да там вот у меня даже планшет честно зарядки и сверху я просто положила подушки чтобы задать себе вот эту вот высоту до высоту между камерой я снимаю планшетом и своими руками и я просто стою это вот гладильная доска сейчас она на балконе если это зимнее время я такие же эти же опоры ставлю на стол сижу на компьютерном кресле и спокойно снимаю ну чтобы мне не тащить сюда компьютерное кресло я стою стоя стоит уже кстати очень удобно а опоры эти это разрезанная коробка пополам из самоката да то есть понимаете можно сделать разную высоту какая вам удобно и не нужна мне никакая тренога мне очень удобно я вот просто а вот это это сделаны ну как сказать это наличники из дверей у меня раньше картонка была с прорезанной дырочкой для фотокамеры и я вот сюда кладу планшет камера у меня попадает вот в эту прорезь да и стою спокойно вот здесь вот вижу перед окном и показываю вам мастер-класс снимаю да то есть я особо не напрягаюсь честно говоря ну как бы стоя мне снимать намного проще нежели сидя я вот даже сейчас подумала чу собственно говоря зимой я снимала сидя можно же на столе поставить эти опоры и также вязать я поняла почему у меня просто стол узкий и я не могу раздвинуть вот до такой степени опоры вот стоит задуматься о покупке нового большого стола так что вот мои хорошие несколько полезных советов я сегодня дала для блогеров показала свой процесс связали мы с вот эту красивую обвязочку сегодня я закончу вязать второе полотно свяжу две боковые части по плечу которые будут соединять перед и спинку и покажу вам в следующем мастер-классе как я это буду пришивать и там уже наверно будет демонстрация этой моей туники ну вот на этой ноте в таком красивом ракурсе с таким хорошим очень хорошим днем вчера мы опять гуляли в парке просто красота посмотрите как все зеленеет как все оживает мои хорошие с весной вас всех еще раз на такой позитивной ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео всех люблю до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока